Привет, друзья! Прошу прощения, что давно ничего не снимал, надо это исправлять. Поэтому решил сегодня сделать небольшой обзор вот такого дозиметра DRG-01T1. У меня в планах не было этого видео, просто так случилось, что мне достался этот прибор за 400 рублей в неисправном состоянии. Собственно, я купил его исключительно ради счётчиков SBM-20. Их там 4 штуки внутри. То есть, по 100 рублей за штуку это очень дёшево. У прибора был разбит экран в дребезге вместе с защитным стеклом. Но что-то мне говорило о том, что угробить насмерть такой прибор практически невозможно. Поэтому я решил попробовать его починить. И для проверки работоспособности я купил новый экран. Он стоит очень недорого, по-моему, 240 рублей. Старый дисплей я выпаял, припаял новый. И оказалось, что дозиметр в самом деле живой. Тогда я из плексигласа сделал защитное стекло и установил его в корпус. Дозиметр почти заработал. Он стал нормально измерять радиацию. Но были проблемы с режимом самопроверки. Про это я расскажу позже. Комплекта у меня, конечно же, нет. Но там ничего интересного и не имеется. Только ремень для переноски, полиэтиленовые защитные чехлы и руководство. ДРГ-01Т1 – это профессиональный дозиметр. Он предназначен не для бытового использования, а для работы на предприятиях, где используются источники радиоактивного излучения, а также в санитарных зонах и зонах наблюдения. Может также применяться при радиационных авариях. Согласно классификации, ДРГ расшифровывается как дозиметр, буква Д, предназначенный для измерения мощности экспозиционной дозы, буква Р, гамма-излучения, буква Г. Широко диапазонным этот прибор называется не просто так. Полный диапазон его показаний начинается от 10 микрорентген в час и заканчивается 99 рентгенами в час. Ну, точнее говоря, верхний предел показаний составляет 99,99 рентгена в час. Это один из самых суровых дозиметров, которые имеются в продаже. Причем эти цифры касаются именно показаний, то есть цифр на дисплее. А предельно допустимое облучение дозиметра составляет 1000 рентген в час. Конечно, цифры он при такой мощности дозы показывать не будет, но покажет букву П. Что значит буква П, вы и сами можете догадаться. Но если не догадались, то правильный ответ – переполнение. Корпус у DRG-01-T1 просто огромный. 16 см в высоту, 8 в ширину и почти 5 см в толщину. Масса чуть более чем полкило. Корпус полностью металлический и ударопрочный. Основная часть из алюминиевого сплава и задняя крышка – это тоже алюминий. По бокам у него должны быть специальные винты, которым крепится ремень для переноски, но у моего прибора этих винтов нет. На лицевой стороне дозиметра мы видим 4-разрядный дисплей, 2 переключателя и 2 кнопки. Левый переключатель включает прибор и позволяет выбрать один из двух поддиапазонов. Первый у нас в рентгенах в час, второй в миллирентгенах в час. Правый переключатель позволяет установить режим работы дозиметра. В режиме контроль проводится самодиагностика прибора. В режиме поиск прибор проводит постоянные измерения мощности дозы с 2,5-секундным интервалом. А в режиме измерения DRG01T1 дает возможность точно измерить мощность излучения в какой-либо точке пространства или мощность излучения от объекта. Мы рассмотрим их далее. Кнопка подсветки включает лампочку дисплея. А кнопка сброс нужна для обнуления показаний и запуска нового цикла измерения. Здесь же находится батарейный отсек. DRG01T1 питается от 9-вольтовой батарейки крона. Непрерывная работа дозиметра не менее 100 часов. Причем, насколько я понимаю, речь идет о старых солевых батарейках. А от современных щелочных он проработает значительно дольше. У DRG01T1 есть функция самодиагностики. Чтобы убедиться в работе способности дозиметра, нужно правый переключатель установить в положение контроль и включить прибор с помощью левого переключателя. Теперь нажимаем кнопку сброс для запуска контрольного измерения. Если дозиметр исправен, на экране появится число 513. Но также нормой будут числа 512 или 514. Работа производится в режимах поиск и измерения. В режиме поиска дозиметр постоянно определяет мощность дозы и обновляет данные на экране каждые 2,5 секунды. Мы можем выбрать два рабочих поддиапазона. Рентгены в час для определения мощности излучения от 1,1 до 99 рентген в час. И миллирентгены в час для измерения от 1,1 до 99 миллирентген в час. На самом деле дозиметр показывает и более младшие разряды, но они уже относятся к погрешности измерений. Ну, как видите, при естественном фоне дозиметр показывает цифры 001, 002, 003 миллирентгена в час. То есть в переводе на микрорентгены это от 10 до 30 микрорентген в час. Конечно, поисковый режим не предназначен для измерения нормального природного фона. Однако реальный источник радиации он легко обнаружит. Но если требуется точно измерить гамма-активность какого-либо объекта, либо точно измерить гамма-фон в какой-либо точке пространства, можно воспользоваться режимом измерения. В нем измерительные поддиапазоны сокращаются в 10 раз. Но зато в 10 раз повышается чувствительность. В данном случае поддиапазон рентгены в час позволяет производить измерение MED от 10 миллирентген в час до 10 рентген в час. А поддиапазон миллирентгены в час от 10 микрорентген в час до 10 миллирентген в час. Время измерения в данном режиме не превышает 25 секунд. Давайте дождемся окончания измерения обычного фона. На экране вы видите мигающую точку. Это говорит о том, что процесс идет. По окончании измерения мы видим результат. 0,0,11 миллирентгена в час или 11 микрорентген в час. Это нормальный фон. Показания будут оставаться на экране, пока мы не нажмем кнопку сброс и не начнем новый цикл. К сожалению, звуковой индикации у DRG-01-T1 нет. Давайте я возьму мощный источник излучения и мы измерим его активность. Вот у нас получилось примерно 3,5 миллирентгена в час по гамме. Теперь давайте его же измерим в режиме рентгены в час. Снова ждем. В этом режиме используются уже другие счетчики Гейгера, более грубые. И по окончании измерения мы видим вот такой результат. 0,03 рентгена в час или же 3 миллирентгена в час. Как я уже упоминал, у дозиметра есть подсветка. Вот так лампочка горит в темноте. Дисплей очень хорошо освещается, все четко видно, подсветка удобная. Теперь посмотрим, как устроен DRG-01-T1. Для этого необходимо снять его крышку. Кстати, крышку я тоже привел в порядок. Она была вся ободранная и я ее покрасил. Здесь крестик должен обозначать геометрический центр счетчиков. Но на самом деле он почему-то находится в неправильном месте. Центр примерно здесь. Чтобы снять крышку, нужно открутить 3 винта. Под крышкой мы видим плату с шестью счетчиками Гейгера. Четыре из них это высокочувствительные счетчики СБМ-20, которые работают на поддиапазоне миллирентгены в час. И два счетчика это СИ-34Г. Они предназначены для работы на поддиапазоне рентгены в час. Все счетчики обернуты свинцовой фольгой, которая служит для энергокомпенсации, чтобы выровнять чувствительность счетчиков к разным энергиям излучения. Как видите, один из счетчиков СБМ-20 отличается от остальных. Дело в том, что он был неисправен и я поставил другой счетчик. Фольгу я снял со старого и намотал на новый счетчик. Поскольку счетчики закрыты свинцовым фильтром, дозиметр почти не видит бета-излучения. Однако видит тормозной рентген от беты. При открытой задней крышке предоставляется доступ к заглушке, которая закрывает подстроечные резисторы поддиапазонов. То есть, если необходимо откалибровать прибор, дальше его разбирать не нужно. Но мы пойдем далее. Открутим три стойки, после чего можно убрать плату, на которой размещены счетчики и детали для их питания. Под ней находится еще одна плата, на которой размещена вся логика дозиметра. Чтобы ее вынуть, надо открутить вот эту гайку. Теперь мы видим все устройство прибора. На третьей плате находится дисплей и микросхемы, которые им управляют. Видно, что экран я перепаивал. Справа от экрана на стойке приклеена лампочка подсветки. Это миниатюрная лампа накаливания на 6 вольт. Напомню, питание у нас 9 вольт, поэтому рано или поздно лампочка может перегореть. На средней плате видны мои попытки ремонта режима контроль, который работал неправильно. Я поменял пару микросхем и контроль в итоге заработал. Но научился я знатно и до ума ремонт не довел. Как видите, у меня тут бутерброд из двух микросхем. По-другому мне не удалось заставить их работать. Видимо, дело в чем-то другом, но я до этого пока не докопался. Потом еще поковыряюсь. Самому очень интересно найти истинную причину неисправности. Ну и здесь видно мое самодельное стеклышко. Оно не очень красивое, но главное, что работает. Вот, кстати, его родное стекло. Оно было разбито на несколько частей. Я его склеил просто для понимания формы, что должно быть. Тут у меня в коллекции появились еще два хорошо известных дозиметра. Это РКСБ-104 и Припять. Давайте сравним, как эти приборы работают, какие показания они выдают. Еще можно провести опыт с бета-источником. Конечно же, мощный бета-поток создает весьма ощутимое тормозное рентгеновское излучение. Поэтому неудивительно, что ДРГ его хорошо видит. Прибор мне в целом понравился. Иначе бы и обзор я на него не делал. Но тут немаловажно, что, во-первых, я купил его очень дешево. Во-вторых, мне очень нравится заниматься несложной реставрацией и ремонтом дозиметров. Однако, если рассматривать покупку подобного дозиметра для бытового использования, то я бы не рекомендовал это делать, потому что он ориентирован все-таки на профессиональное использование, да и стоит довольно дорого. Если вам нравится такой форм-фактор, то лучше обратить внимание на дозиметр-радиометр МКС-151, который работает и с бета-излучением. Либо же можно рассмотреть дозиметр гамма-излучения ДБГ-06Т, который очень похож на ДРГ-01Т1, но не настолько суровый, а также умеет определять мощность эквивалентной дозы. ДРГ-01Т1 обладает несомненными плюсами. Во-первых, благодаря большому количеству счетчиков он работает быстро и точно. Во-вторых, его электронная схема состоит из простейших компонентов. Здесь нет никаких микроконтроллеров. Не нужны прошивки, поэтому дозиметр ремонтопригоден. В-третьих, он очень прочный и рассчитан на длительный срок эксплуатации. Но, конечно же, можно сказать, что прибор уже устарел морально. Он производился в 90-е годы и для своего времени был на уровне. Однако, современные аналоги компактнее, легче и функциональнее. На этом, пожалуй, все. Обзор я все-таки планировал делать кратким. Благодарю всех за просмотр. Напишите, что вы думаете по поводу этого дозиметра. До новых встреч!